Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на Nature Instinct, симулятор дикой природы, где вам предстоит наблюдать за дикими животными в лесу, а также оберегать их от опасностей. Игра, кстати, пока в раннем доступе и разработчики обдумывают дальнейшие действия по развитию игры. А теперь по порядку, что же именно будет нам доступно в данном симуляторе. Желаю всем приятного просмотра. Итак, понаблюдаем за животными. Пока в игре доступны обучение и несколько компаний за волков, кроликов, кабанов, а также свободный режим. Все они открываются по порядку, по мере прохождения, так что сразу начать с любой компании не получится. А в будущем также появятся компании за оленей и медведей. Не знаю, конечно, рассматривает ли разработчик добавление других локаций и других животных, все-таки их разнообразие на планете достаточно большое, но было бы интересно, как в программе в мире животных. Так, обучение в игре похоже на интерактивный урок природоведения. Во всяком случае, у меня оно ассоциируется именно с этим. Вы будете наблюдать за небольшим участком европейского леса, в котором живут кролики, волки и кабаны. Узнайте о их жизни, чем они питаются и опробуйте все доступные механики игры. В кампаниях за животных ваша цель будет одна. Это следить за тем, чтобы они не были голодными, не было жажды и, конечно же, чтобы все были отдохнувшие и полны сил и готовы к размножению. К слову, у каждой особи есть положительные и отрицательные особенности, так что можно вывести более сильное потомство, главное правильно подобрать пару. Это почти как в игре Sims, только про животных, но без надобности строить дом и идти на работу. Хотя было бы интересно, если бы появилась возможность строить логово для каждого типа животных самому. К слову, животные любят разбегаться по карте, а искать кролика в траве это очень увлекательное занятие. У всех зверушек на аватарках кота реальных животных с соответствующими голосами. Никогда не слышал, как орут кролики. Также вы можете дать им всем имена, своих друзей, например, если хотите. И будете плодиться и размножаться, восстанавливать баланс в лесу. Кролики, конечно же, самые плодовитые, можете заполонить ими весь доступный участок леса. А также не забывайте защищать подопечных от браконьеров, неожиданной болезни, которая может выкосить всю популяцию. Это в особенности касается кабанов. Я думаю, все слышали про африканскую чуму. Ветеринаров здесь, конечно же, нет, так что вам надо будет придумать, как избавиться от болезни. И не допустить гибели всех особей. Пока что это весь доступный контент, но работа над игрой продолжается, а это главное. В игре, кстати, приятная картинка, звуки леса, приятная атмосфера, чтобы расслабиться и наблюдать за животными. А также это интересная идея для игры. Не припомню подобного рода игр, но если вы знаете о подобных проектах, поделитесь, тоже посмотрим. В общем, ждем следующих обновлений. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok